Всем привет! С вами Наташа. Почему я грустная? Меня везут на работы общественные. Он меня собирает. Смотрите, собирает. Антона тоже в плен берем. Девчонки остаются дома. Антона меня смотрит. Спасите! Помогите! Антон, проси помощи. Скажи, спасите! Помогите! Ладно, забирает. Антон, за рулем. А я сзади? Нет, вы длинные, вы вперед садитесь, а я уже найдете. Взял. Не-не-не, я сзади. Все, косилки, мотычки. Там такую мелкую рассаду. Давно уже там на огороде не была, на втором. Едем. Самое страшное, что там, он сказал, еще там свекла с морковкой. Все, перчатки взяла. Короче, работать едем. Ой, боже. Да. Ну, мы приехали. Я думала, пострашнее будет. Ну, все равно трава заросшая. Это картошка выкопана вот здесь. И уже пырей, он все заполонил. Тут тыква была. Название тыквы. Так что Игорь толком ничего не собрал. Здесь надо будет марину, можно посадить. И ежевику. А видите, как пырей распространяется. Прыска и не прыска и хрен тоже. Так, я думаю, что у меня здесь должна была быть капуста. Ой, даже еще перчики есть. Так, капуста. Ну, что, даже капуста есть. Видите, капуста зимняя. Даже головочки неплохие. Ой, даже неплохие. Цветная. Ну, вот Игорь не приезжал. Здесь даже цветные головки хорошие были. Глянь, еще можно эту, может, сорвать. Хорошая была цветная капуста. Здесь что-то красиво растешь. Может, что-то есть. А нет, только одно съели. Но можно вырвать курям. А что ты мне цветную капусту не срезал? Смотри, какие головки хорошие были. Так она уже переросла. А здесь зимняя прям. Причем, загляденье. Еще, наверное, рано зимнюю. Надо, чтобы морозы прошлись. Она может погребезгнить. Прям шикарно. Так что капусту можно ссадить. Видишь, мы и молоденькую взяли трехи. Цветную, но так как ты наведывался, то она и переросла. А так неплохие головки. Большая головка была. Тут зеленая. Курочком заберу. Так, ну что, клубника. Что, тут надо снять волокно это. Побыкапаю сейчас. О, колокольчик. Какой большой куст. И тут колокольчик. У меня в этом вот не такой. Здесь столько зеленых этих. Как разросся. Колокольчик острый. Тут клубничка. Все это пололось. Оно тут зарастает моментально. Даже не знаю. Тут можно попробовать эти две грядки прополоть. Сейчас посмотрю. Так, а тут. Да и тут можно прополоть, наверное. Одну. Сейчас посмотрим. Все в траве. Работа непочатый край. Все, заряжаем бензопилу. Антон, шапку не брал? Брал? Одевай шапку, будет ветер. Все, приступим к работе. Так, тут еще морковочка есть. Сантошка будет лопатой отковыривать. Отковыривать вот там. Так, и бурячок. Бурячок. Вот такой бурячок. Ну, что-то да есть. Пали, не пали. И опрыскивала тоже тут. Пофиг. Свеклу собрала. О, смотрите. Рядочек был цириндры. Как хорошие семена. Она даже в траве вырастет. Кругленькая. Ну, вот такая кругленькая. Потому что одна цилиндра. Что эти кругленькие. Три штуки. Ну, пол ведра. И то хорошо. Считаю, что я здесь. Ну, полола два раза. Так сказать. Семена, надеюсь, вернулись. Ну, смотрите. Даже неплохая морковка. Сейчас фокусирую. В перчатках не фокусируется. Смотрите, какая. Я прям в шоке. Ну, здесь все хорошие семена сеяла. Ну, не трогала, видите, ее. Как посеяла. Тоже два раза, как свеклу прополола. И все. И она вроде как не из этого. Не заплетенная, ровненькая. Красивая морковочка. Ну, чтоб вся такая была. Вообще было шикарно. Ну, и так неплохо. Ну, нам сейчас спашут. Надя вам показывала, где картошка была. 10 рублей за этот кусочек. А здесь, Игорь сказал, фрезой пройдется. Ну, он сейчас скосит это косилкой. И попросит трактор, который такой хороший здесь ездит. Чтоб ровненько было. А я сейчас с Антоном вместе вытрублю морковку. Капусту пока срывать не буду, если у людей стоит. Пойду с клубникой порядок наведу. Он там немножко обкосил, чтоб не видно было эти клубника. Пустая, сказала, с перцем вырывать не буду. Красавчик мой. Работаем, папа. Не смотрю, как люди работают. Работаем. Ну, минута и 10 рублей. Ну, чтоб еще пырей не рос. Вот он проехался. Смотрите, все криво. И пырей. Пусками. Не знаю, тут лечь. Лечь просто на этом огороде. Игорь хотел купить этот мотоблок. Я говорю, он тут ни за что не оправдается. За эти деньги полторы тысячи долларов. За сколько можно всего накупить. Ну, у меня же были семена этого. Горчицы. Ну, сейчас уже, наверное, поздно ее сеять. Я говорю, давай горчицы засеюем. Для нее у меня там два пакетика. Ее, наверное, здесь и не хватит. Проще уже в теплице можно посеять. Тут болезней будет. А так здесь, наверное, она вымерзнет. Девочки, кто сеет, и мальчики, на зиму что-то, на грядке, скажите, что сейчас можно посеять. Или вообще не трогать уже весной что-то с ней делать. Вот хорошо, что перепахал. Потому что трава, он ковром же растет. Ковром. Только что вот так вот он пашет и ездит по нем. Делает ямы. Не могу я на эту траву смотреть. Вот у бабушки была земля хорошая. Слово пырей я не слышала в их жизни. Обычная трава росла. Прополешь грядку, и все. И земля была такая, что шарик можно было скатать. Так пластилин. Здесь земля вроде так, смотришь, она на вид неплохая. Вот смотрите, она тоже такая вот, жирненькая. Но запущенная, очень запущенная. Чтобы ее до толку довести, здесь ее надо добре миксовать и миксовать. Или обрабатывать. Мне пишите, а та же это все вредно. Но вот смотрите, все шпаля обработаны. Все зерно, корнеплоды, все, что вы покупаете, все обработано. Просто что в колхозе совсем другие, наверное, химикаты, которые убивают все. Потому что там ничего не растет. Никакая трава. Только вот чисто, смотришь, ровненько кукурузка. Ровненько это идет зерно. А тут, тут, конечно, капец. Все, пошла работать. Ну все, полседьмого вечера. Все посадила. Где прополола. Две грядки вот этих пропололи. Подрыхлила. Здесь посадила. Вот этот рядочек, что у меня стаканчики такие за домом стояли. Я показывала. Маленькая рассадка. Вот. Так, дальше тут подняли эту пленку. Игорь перекопал. И заново тоже посадила. Вот так выглядит. Кусты, конечно, шикарные колокольчики. Дальше Игорь все скосил. Вот потом здесь наимет трактора с фрезой, вроде правильно поняла. Который, короче, это все вот так вот будет выдергивать эту всю траву. И потом, что он сегодня вспахали, тоже вроде пройдется. Потому что там же пырей. И фреза, как я поняла, этот пырей будет наматывать. Все, капусту пока оставляем. Сейчас одну головку домой срежу. И на сегодня все. Конечно, устала капец. Вчера один день, уже думаю, отрежусь. Потому что знала, что выходные будут тяжкие. Есть наготовила. И поэтому все ели. И мне уже на кухне стоять не надо было. И все. Так что на сегодня мой рабочий день окончен. Сейчас пойду домой. Я рада. Все, что планировала, все сделала. Продолжение следует.